Девушки отдыхают 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 Но неприятный. Ну, я больше склонно считаю, что все-таки Друид против Ханта, особенно против такого агрессивного достаточно Ханта и с хорошим лейтом, это не самый приятный и, возможно, даже не плюсовый. Потому что если у тебя нет хорошего захода, то такого Ханта перебороть очень сложно. То есть Друид хорошо играет с теми же, например, Фейс Хантами, когда он может очень быстро зачистить ранний стол и дальше через таунты закрыться. Но вот именно против Ханта Амаза тяжело будет Штана, потому что тут есть и Хантерс Марка, тут есть и Высокогриф, которого очень тяжко очистить Друиду. Ну и что? Что сейчас будет делать Штан? Выставлять кипера или все-таки в раз вместе с бойцом Дарнасом? Ну и знаешь, действительно мы с тобой в своих предположениях были верны. Это агрессивный Мид Рейндж Хант, который играет сержантов Липрогномов, играет две Глизуки, Медвежью Ловушку. Мы уже видели против Тальса розыгрыш этой ловушки. И у него здесь нет рывков. То есть в целом он должен играть как Мид Хант, просто более агрессивный. Как рискует Амаз! Да, подставляется он очень сильно под размах. Найдет ли этот размах сейчас Штан? Нет, не находит размах. И да, нужно добирать Джонглера. Определенно нельзя сейчас ставить Лотеба или Азур Дрейка, потому что могут быть огромные проблемы. Ну, если честно, проблемы уже, по-моему, есть здесь с Штаном. Уже есть проблемы, но можно сделать себе еще больше проблем. Еще и Глифзука. Это как раз-таки живой урон, которого не хватает Амазу. Хорошо заходит эта Глифзука у нас сейчас в ману. Правда, вот придется отдавать одного паука, но тем не менее, прижимаешь способность героя, приближаешь себя к победе. Да, у твоего оппонента четвертый ход, у твоего оппонента уже 13 единиц здоровья. Это очень сильно. И что же сейчас выйдет? Пеньки на зачистку. Какой пассивный ход приходится делать Штану. Да, ты вроде бы расчищаешь этот стол, но у тебя нет других вариантов. С другой стороны, у Амаза нет хорошей пятерки. То есть у него есть высокогриф под шестой, вот конкретно пятого хода у него пока что нет. Но, возможно, придется стопдека. Нет, команда взять, это не то, что нужно. Но, как минимум, команда взять, ты уже можешь планировать какой-никакой финанс. Финиш с помощью высокогрифа и команды взять под ним. Ну, лора, наверное, в добор играть нельзя, потому что всего 11 единиц здоровья, его нужно играть в хилл. Да, Штан играет его именно в хилл. В принципе, вот когда лор используется в лечении, то он теряет всю силу самого себя, потому что получается, что ты за 7 маны получаешь юнита 5-5 на столе и всего хилл на 5. То есть, например, там тот же хиллбот за 5 маны имеет статей 3-3 и хилит на 8. Ну, тут у нас вышла от ханта просто карта убийца друидов, но хороший топдек у нас размаха, но озарение пускается именно в латхиба, чтобы следующим ходом уже полностью почистить стол. Да, то есть пытается-пытается перехватить инициативу сейчас Штан, и тут лотеб в ответ, и будет разменен Азур Дрейк. Хороший латхиб от ханта, и этот, между прочим, латхиб полностью ломает все планы Штану, потому что размах будет в полную стоимость, в 9 кристаллов. И еще, возможно, здесь у нас Амаз все-таки разменяет Лазурного Дракона. Да, и если он его разменивает, то... Нет, не разменивает. Не разменивает дракона. Ну и что теперь делать? Нужно... Ой-ой-ой, нужно давать размах. Полностью нужно избавляться от стола, иначе ты уже можешь погибнуть. Хорошо уходит зачистка за 9 маны, но она все равно эффективна, несмотря на свою цену. Ну а здесь у нас есть ученый, можно жать способность, можно даже, возможно, медвежью сыграть, просто чтобы был зверь на столе, и, конечно же, существо 3-3. Да, ну и если сейчас была бы комба на руках у Штана, это был бы летал, потому что медведь зачищался бы, там 15 дней здоровья, и Штан бы эту игру выигрывал. Но, видим, что комбы нету, у тебя всего 6 и нет здоровья, хилица ты не можешь никак, и если Амаз сейчас доберет любого зверя, за исключением высокогрива, потому что тогда ему просто не хватит маны на киллкоманд и способность героя, то это будет летал. И неужели ударит? Нет, не бьет, не бьет Штан. Типичный хант, за что его любят, действительно, питомец, команда взять, и неплохо сыграно, 1-0 в пользу Амаза. Конечно, слабо-слабо выглядел друид, стоит отметить супер-агрессивный старт от Амаза. Потрясающая рука, 2 алип-рогнома, сержант, жонглер, крипер, то есть все, что нужно Хантуру, все заехало Амазу. Ну и что, 1-0. Агрессивного мидранж-ханта мы уже не увидим, остается темпа маг от Амаза и Малилок. И от Штана Удачи остается Амидранж-другид, в котором он уже проиграл одну игру, Оилрога и также Малилок. Ну и напомню, что у нас Амаз играет целых три вида секретов. Это антимагия, это отраженная сущность, и это, если я не ошибаюсь, у нас чучело, по-моему? Вот я не помню. Дубликей, дубликей. А, дубликей, да. Использовал именно дубликей, да. Что, кстати, меня достаточно сильно удивило, потому что именно дубликей, темпы магии не особо рьяно используют, все-таки больше чучело играется или еще какой-нибудь, какая-то альтернатива, возможно, две отраженные сущности, например. Это самое стандартное, что у нас используют. Как Амаз получает эти стартовые руки, я просто не понимаю. То есть, ну, практически идеальная стартовая рука на Хантере и практически идеальная стартовая рука на... Идеально монокривая, ну просто. Два монозмея, портал, флеймвейкер и крошер. Да, это Амаз. Что вы хотели? Амаз не играл, не показывал скилл. Тут он устал стримить, устал руководить своей командой и решил, выйду я, пора замнусь. А то забыли уже меня совсем. Ну еще и лейт-карты хорошие уже у Амаза на руках. С Доктором Бумом сложно бороться. А вот тут Амаз рискует, потому что сейчас может полностью зачистить стол штан через яд и Блейд Фьюри. А это нужно делать, потому что ход очень эффективный. Два монозмея с дути и поджигателя, оно того стоит, я думаю. Ну или, возможно, сейчас просто Виссерейд пойдет в флеймвейкера и одного из монозмеев заберет ядом и оставит еще один заряд оружия. Нет, все-таки через Блейд Фьюри играет штан. То есть Амаз сыграл слишком... На храписто, скажем так. То есть да, он не реализовал уже сейчас двух монозмеев, которые были. Хотя можно было, например, там дать портал, посмотреть, что выйдет, сходить двумя уже раскачанными монозмеями в лицо. Решил Амаз сыграть так более... И что? Тут Ван Клифф 66. И вот как раз-таки этот дубликейт, о котором шла речь. Дубликейт, ну и дубликейтить Сан Фьюри совсем не хочется. Наверное, придется все-таки разменивать через Фростболт способность героя. И Сан Фьюри Ван Клиффа. И Мастер неплох, но вот с дубликейтом он никак не комбинируется, потому что все равно Бесенок на столе 1-1 идет под дубликейт. Этого не хотелось бы, однозначно. Но при этом это мелочевка, которая также уходит в размены. Правда, штан сможет это все убрать с помощью одной единственной карты Веера, а эту всю мелочь, но тем не менее. Дракон. Что, Азур Дрейк в темп? Удар в спину на 3, шикарно. Есть уже училка, есть заклинание, можно уже будет спамить учеников. У Амаза минус 1 поджигатель, у Амаза я не помню на его темпу магия ООЕ, поэтому ученики будут достаточно эффективны. Да, ну и что, тут, наверное, нужно отдавать Фейерболт, затем через стол плюс способность героя добирать Ван Клиффа. И хотя бы расчисти стол перед седьмым и пытаться на седьмой уже за счет Доктора Бума. Можно изменить ход встречи. Что ж, что же будет выбирать Амаз? Да, Фейербол. Два удара, способность героя дочищает стол. Дорого, очень дорого Амаз разменивается, но есть Доктор Бум, который в результате, возможно, может вытащить ему ситуацию. Мучительница или Лотеб. Все-таки хочет приберечь Лотеба, штан. Да и после того, как один Фейерболт был разыгран, ты можешь гарантировать то, что училка, скорее всего, выживет. Ну и есть оружейное механо-масло, да и в целом можно повоевать и с Бумом, и с бомбочками. Так, ну нужно-нужно разменивать две бомбочки. Вот, нужно... Может ли разменять Бума? Да, тут, ну то есть, в принципе, сейчас может тяжело для себя штан, но разменять Бума, отдав на это Эвисерейд. Можно сыграть через масло, можно сыграть через, к примеру, шквал и масло. Ну то есть, есть сейчас интересные опции у Роги, посмотрим, что выберет штан. Тут, причем, не один действительно ход, и даже не два. Можно достаточно неплохо распамить учеников, но я вот смотрю, штан у нас хватается за Латхиба. И, возможно, он хочет учительницей и Эвисерейдом просто зачистить Бума, тогда не распамить учеников. А вот, возможно, стоит разыграться с Ядом, Потрошением и Шквалом, вот вначале Яд, потом Виер, и уж потом Потрошение. И добирать, возможно... А, пощади училку! Пощадил. Ну что, полностью зачищает стол сейчас штан. А необычно он решил не принимать урон в лицо, не сохранять училку, а сыграл именно вот таким вот образом. Кстати, любопытно, потому что он мог принять в лицо, сохранить училку, потом подхилиться служителем земли. У оппонента вышел один фаербол. Возможно, зря штан не сэкономил существо. Да, возможно. И смотри, Амаз не играет ни Портал, ни Крош, он просто выставляет Секретчика и способности героя добирает одного из учеников. Ну и что, не будет, я думаю, сейчас бить штан лицом. Нет, все-таки ударил, я думал, что она ставит под масло. Он посчитал, что вот что-что, а именно Безумного Ученого можно принять этот урон в лицо. Ну, интересно, интересно все-таки играет у нас штан, не зря он считается одним из лучших игроков у нас в СНГ. И что за секрет у нас? Это Мира Рентити. У нас сейчас активирована Умага. Эти секреты обыгрывать это так неудобно. Три вида секретов целых. И вот каждый секрет нужно по-своему разыграть. Тот же дубликейт неприятно. Отраженка, учитывая, что у тебя всего одно существо, тоже не самый вкус. Еще и есть там антимагия, которая тоже является очень эффективной. Проверяет штанг как раз на антимагию. Будет, видимо, забирать у нас крошера. А вот с Блейд Фьюри ты убираешь весь стол. Очень-очень-очень хорошо. Сейчас приходит штану Блейд Фьюри. И по факту сейчас два Блейд Фьюри сыграны за одну игру для Роги. Кардинально оба раза меняют ситуацию на столе. Ну, разбойницы теперь приходится додавливать именно существами. Учитывая, что у Амаза в этой колоде нет действительно АОЕ. Вот-вот-вот. Просто раскопал. Но, увы, я боюсь, что до реализации этого флэмстрайка он не доживет. Если сейчас Амаза возьмет флэмстрайк, то он его не успеет реализовать. Нужно, вероятнее, все брать. Айс-барьер. Иначе ты умираешь. А как он будет чистить стол? Он стол толком не камбэкнет. Потому что флэмов у него в колоде нет. Да. Да и в целом АОЕ у него в колоде нет. Надеется на поджигателя плюс хороший разброс под заклинаниями слишком ненадежно. Вот как раз думает сейчас Амаз. Возможно, Аркейн Интеллект попытаться достать Фростболт. Да, все-таки через Айс-барьер играет Амаз. Он понимает, что уже 11 гидниц урона у Роги. Да, да, то есть все очень близко к леталу. Ну а тут Крошер. Хорошо, серия выглядит. Оружие, Крошер, серия. Шикарно. В ману просто все. Правда, главное не перенаглеть, опять же. В данной ситуации. И я надеюсь, он сыграет масло, не побоится антимагии здесь. Больно уж сладко это выглядит, чтобы не играть масло. Ну и что, будет штан играть масло или нет? Ну я думаю, что должен, должен. И тогда... О, Амаз останется слишком мазро. Кстати, масло попадает на Крошера. Существо, которое не атакует. Неприятно немного. Не повезло, не повезло сейчас немного штану. Ну кардинально это ничего не меняет. Конечно, ты носишь меньше урона. Но это не кардинальное изменение. То есть, летало бы сейчас не было, если бы масло попало на одного из трех юнитов на столе. Ну и вот и поджигатель. Припоздал немного он. Поджигатель, портал. Я думаю, что здесь мало что может спасти игру. Но кто знает, портала... Нет, все-таки никак не спасает. Он определенно не спасает. Вау! Это же Амаз! Подождите. Здесь можно пометать еще с помощью поджигателя. Да, и если хорошо он выстрелит, то на столе может остаться лотеп. К примеру. Вот овца, да. Овца дает сейчас некоторые шансы. Ах, только овечка. Овечка погибает. Погибает овечка, но при этом еще и одно существо умирает. Да, ну то есть, но благодаря овце у тебя все равно 9 единиц... 9 единиц урона ты оставляешь рог. И благодаря этой овце у тебя 11 здоровья. Здесь, наверное, уже просто все в лицо нужно натопить. Никаких разменов. Шансов, что у тебя не так много. Поэтому даже менять оружие, ставить Таласа просто на добор. Да, ну и что? Что же придет Амазу? И... Фаербол. Фаербол ничего кардинально не меняет, но при этом ты можешь почистить стол, не потеряв существ. Да, ну то есть, ты хотя бы не умрешь. Потому что у роги будет... Ну то есть, по крайней мере, если рога ничего не топдекает, то шансов у тебя выжить неплохое количество. Вот. Но это две карты, там слишком много. Это преп и... Масло. И масло, да. Все-таки Штан эту игру забирает у нас. Да, контр-спел уходит. И неплохой матчап, между прочим. Штан выигрывает у Амаза. Это темп у маг против разбойницы на мехмасле. Тяжелый, тяжелый оппонент. Но Штан смог обыграть целых три типа секретов. И за это ему огромный респект. Да, несмотря на то, что Амазу, ну как бы в конце повезло на самом деле с овцой, которая продлила ему игру на два хода. Это же Амаз! Да, это Амаз. Я не удивлена. С Амазом ни в чем нельзя быть уверенной. Потому что даже если он проигрывает игру, может... Могут упасть сервера Blizzard, и просто все, и нужно переигрывать. Или же, как мы сегодня видели, овечка, которая, да, действительно дала немного времени Амазу. И, боже, какая неплохая рука Амаза может быть в перспективе. А у Штана Малегос Чернокнижник, напоминаю, здесь есть археолог уже. И его, собственно, он и оставляет. Ну и темпа маг от Амаза вновь. С достаточно неплохим темпом. Есть мана змей, есть ученица, есть еще и ученый. Да, есть еще и ученый. Ну, Амаз просто... В своем стиле. Да, в своем стиле старт. И что у нас тут? Power running, порча и mortal coil. Интересно, что выберет штан, но, наверное, ПО или mortal coil. С помощью ПО ты можешь любого мелкого юнита растрейдить в какое-нибудь тяжелое существо. Плюс ПО хорошо комбинируется с... А вот порча мне, если честно, непонятно. Потому что под контролем, в принципе, у Штана много. Это два бронящихся сержанта, которые хорошо стакаются с опытным охотником. То есть существо любое с пятью атаки ты убиваешь. Ну, я думаю, что Штана сходила с того, что у мага нету сайланса, то есть ему нечем снять эту порчу. То есть она, в принципе, играет там против там варов, к примеру, против магов. Ну, посмотрим, оправдается ли выбор Штана. Ну, это не самый стандартный выбор, наверняка многие бы зрители выбрали что-то другое. Хорошо заходит лик, можно добрать карту Штану, и если ничего не зайдет, еще и тапнуться. Но заходит бомба, бомба в ученого. Ну что, что за секрет приходит? Сейчас как раз у нас есть возможность наконец посмотреть. Да, это на самом деле очень приятно, что у нас есть возможность посмотреть секреты. Это дубликейт, и сейчас под дубликейт можно поставить либо крошера, либо сыграть ученицу с тем же порталом. Но выбирает у нас амаз крошера. Крошеры безумно неприятные, даже после АОЕ остаются хрены. Да, ну и плюс крошер под дубликейтом выглядит очень внушительно. Одно из неплохих действительно существ. Да. И смотри, не приходит толком ничего для Штана, чтобы разыграть Сумеречного Стража, например, в Провокацию. А на Караптора у нас пока еще не хватает. Да, то есть вероятнее всего, что следующий походом как раз будет играть Караптора. Ну и вчера, насколько я помню, не очень хорошо для Штана заходил Малигос Чернокнижник. Да, он на нем сыграл одну игру и проиграл ее. Причем проиграл ее где-то на шестой ход, если не ошибаюсь. Там он очень быстро проиграл. Ну, я думаю, что Штан сделал определенные выводы. И сегодня нам покажет классную какую-то игру необычную. Мехварпер не боится амаз давать Мехварпера под дубликейт. А вот, возможно, и зря не боится, потому что здесь у нас есть Караптор. И... Ой-ой-ой, как Штан не угадывает с секретом. Действительно, очень не угадывает. Убирает существо с большей атакой, при этом дает... И боже, под механосборщиком эти крошеры по три стоят. Да-да-да. Это просто какая-то жесть. Это ставишь просто крошера, ставишь ученицу. Да, это для Штана была очень большая ошибка. Да. Ну, по факту, это на самом деле была ошибка. Для Штана он как раз не обыграл дубликейт. Смотри, ученицу не ставить. Да, ученица не ставить. Я думаю, что обыгрывает Хлэфайр или Шидоу Флэйм. Все-таки амаз. Может быть, но рука у него достаточно плотная. И мог он даже забайтить, возможно, на АОЕ. Учитывая, что у тебя есть и Латхип, и крошеры, еще один. Там уже и Доктор Бум, и Архимак. Можно было побайтить. Но, видимо, пытается он сыграть потом ученицу в дальнейшем. Например, с интеллектом чародея, чтобы извлечь вэлью. И тут у нас будет просто копать. Ой. Как, сразу схватил. Очень быстро хватает у нас провокации Штан. Мы даже не успели нормально раскопку показать. Мы не успели даже нормально посмотреть. Ну, схватил, да, схватил сразу. Ну и тут, как ни крути, стол все-таки остается у нас за Штаном. Амаз, конечно, уберет Караптора. И не сможет он, к слову, пробиться к легендарке 2-4. И сейчас может натворить немножко грязи у нас. Штан? Да, то есть, если бы зашел Дракон, то можно было бы выставлять там твой Латгвардия на 4-7. Потому что он бы 2 раза получил плюс 1-1. А так, что будет делать Штан? Через Сержанта и Брана разменять 2-3. О, пришел какой-то Дракон. Ну, пришел, пришел Дракон. И как раз сейчас мы увидим вот этого Твой Латгвардия. Она с двумя пробафами. Раз, два, четыре. А, 4-6, потому что по механике он ведь добавляет себе только одну единицу атаки. Он сам по себе 2-6, да. И за счет Дракона он получает плюс 1 к атаки и таунт. Ну и что здесь уже будет делать у нас АМАЗ? Опции у него большое количество. Но он выбирает самую уверенную, что ли, опцию. Но я бы не спорила про уверенность. Потому что все-таки у Малигоса Чернокенника 2 опытных охотника. И обычно Доктор Бум погибает. Тут, кстати, хороший Волк заходит, с помощью которого можно еще и разменять у нас одно из существ. И сейчас смотри, а вот Твайлайт Дрейк под Браном выглядит куда более грозно. Потому что Твайлайт Дрейк 2 раза будет добирать хп. Вообще Бран дает Малигосу интересную опцию. То есть вместо Дракона 4-4-7, получается 4-13. Это просто какая-то жесть. Я уже не помню, когда я видела. Да, никогда. Вот только с Браном стали возможны подобные идеи. Разве что на присте, когда он пробафывает и пробафывает. Но это было безумно редко. И меня прям улыбают такие фишечки. Бран сейчас играет очень-очень хорошо. Для Штана. Причем уже не первый ход. Да. Ну и что будет сделать здесь у нас Амаз? Амаза это Дракон 4-13. Это просто ужас. У тебя нету Сайленса. Что с ним делать вообще непонятно. Ай, мимо Брана. Я думаю, расстроен Амаз. Им очень хотелось убрать этого Брана со стола. Зная Амаза, Бран должен был погибнуть. Ну что, халявы не будет больше в этом матче? Ну и что теперь делать? Раскапывать заклинания. Играет Лотеба. Вот тут как раз вроде бы есть несколько интересных ходов. Но ты никак не можешь сейчас уже вернуть стол в свою пользу. То есть нету сейчас какого-то такого замечательного хода, которым ты можешь изменить все кардинально. Что бы ты ни поставил, это будет не идеальный вариант. В дальнейшем я не уверена, что он вообще сможет камбэкнуть стол. Конечно, он будет пытаться. Но тут уже, я думаю, Штан не должен отпускать. Больно уж ситуация для него сладкая. Тут еще есть возможность сыграть хилл бота. При этом можно разминать лакхива. За хилл на 16? Ну вообще изи. Как же Бран потрясающе играет сейчас для Штана. Ну просто неимоверно. Это один, наверное, из двух матчей за эти два дня, где Бран настолько эффективно сыграл для своего владельца. Да, кстати, что интересно, Штан уже понимает, что ушел сержант, ушел хилл бот, ушло два дракона. То есть нету смысла больше держать Брана на столе и разменивает именно Брана. Ну и раскопочка здесь у нас. Факел, фростболт и айслендс. Раскопка неплохая, но, увы, с таким большим количеством здоровья у оппонента, я думаю, что тебе ни факелы, ни перобласты вообще ничего не поможет в этой игре. Наверное, нужно брать фростболт под Антонидаса, к примеру. Ну есть ли еще какие-то варианты? Можно и факел, в принципе, тогда уж под Архимага брать, потому что следующим ходом десятка маны, и ты сможешь и Архимага, и факел уже сыграть. А с факела ты получишь еще одно заклинание. Но стрела, вот, например, в этот ход может быть эффективна. Да, то есть именно вот сейчас ее застрелу Амаз, не хочет ее оставлять до следующего хода, то есть хочет уже попытаться отконтрить стол. Ну, следующим ходом он все равно сможет раскрутить Архимага с Интеллектом, или Антимаги, или еще чем-то. Видимо, от этого он у нас отталкивался. А вот вопрос, отдаст ли бомбу штан. С одной стороны, она сейчас очень хорошо заходит в кудесник А6-3, с другой стороны, ты, Малега Слога, тебе очень хочется все эти бомбы оставить. Ну, он может существами просто заковырять этого темпа мага, потому что АОЕ нет, и убивать существ нереально сложно. Да, все-таки отдает, отдает бомбу. Еще один кудесник. Да, еще один кудесник. Что же он будет раскапывать? Эхо. Ой, вспоминаю, Страйв Кроу с этим эхо, вчера была замечательная игра. Ну и что, даже, наверное, Аркейн Бласт тут будет выглядеть неплохо, потому что тогда ты можешь поставить Антонидаса, учительницу, сыграть тот же портал, плюс Аркейн Бласт за ноль. Хотя бы будет под разгон. Или уже будет чистить стол. Да, то есть уже времени для Антонидаса не остается. Сейчас будет как-то пробовать возвращаться в игру. Играть Аркейн Интеллект, потом портал, и Аркейн Бластом добирать БГХ. А непростая-то у нас игра сейчас, штанг против Амаза. Вот действительно нет игры в одни ворота. И Берсерк. Берсерк 2.5, который, если я не ошибаюсь, наносит урон каждый раз, когда сам получает. Да, если я ошибаюсь, это именно те ребята, с которыми когда-то были очень интересные колоды варов, которые до фатигов доходили, а потом раскручивали этих ребят и убивали тебя за один ход. Ну и что, Азурдрейк. Прокает антимагио. И что делать Амазу? Есть уже поджигатели. Даже два поджигателя. Да, два поджигателя. Ну да, в таком лейте эти поджигатели особо роли не сыграют, к сожалению. Но фаербол плюс поджигатель приятный бонус от поджигателя. Да, и Антонидас пока что выглядит обузой. Ты не можешь его сыграть, он тебе никак не помогает в данный момент. У тебя есть возможность сыграть лазурного дракона и дать лик на 2, при этом еще взяв карту и забрать поджигателя. Не, не думаю, что Амаз осилит эту бонус. Идеальный трейд стола. Ну и что, похоже, что это 2-1 в пользу штана. Ну, я просто не представляю, что точно сможешь спасать Амаза. А штану-то эта победа должна принести им очень много поинтов, так как Амаз у нас вышел вообще на первом месте. Он сейчас в нашей группе. И он самый яркий, не знаю, и возможный как раз таки человек, который попадет во второй групповой этап. И для штана важно его победить. Ну что, попадешь? Не попадает в Азурдрейка. Летал на столе и потому просто сдается Амаз. Ну и что, 2-1 у штана остается мидранж друид, а у Амаза, Малега, Слок и Темпо Маг. В принципе, Темпо Маг неплохо играет с друидами, если выиграет начальную игру. То есть, если вот выставиться в первый, второй, третий ход, друид на это не найдет там в раз, или не найдет в раз для того, чтобы быстро выставить у кого-то из тяжелых юнитов, то, в принципе, матчап на стороне Темпо Мага. Ну, я думаю, что штан повоюет, показывал сегодня он супер-киберспортивную составляющую своего друида, хорошую руку. Но я думаю, что здесь он сможет выловить, чем добавить себе Темпо, те же буйные росты, того же бойца. И даже оставляет он ремовал экипера. Да. Оставляет в раз экипера, потому что нужно как-то отбиваться от стола. А у Амаза, в принципе, не такой уж и идеальный старт. Ну и не такой уж и плохой, потому что все-таки мог он выловить чего-то и похуже. Да, да. Но сейчас, судя по всему, энервейд кипер, и для Амаза наступят тяжелые времена. Или засейвит энервейд для того, чтобы, к примеру, на четвертое сыграть Бума, а сейчас отдаст в раз. Интересно. Я бы, наверное, делала ставочку именно на сохранение озарения под седьмые дропы, потому что у тебя пока потенциала в руке как такового нет, и тебе нужно древо сыграть, чтобы перебрать колоду и, возможно, что-то найти. Потому что если сейчас играешь Хранителя чаще, ну, существо достаточно уязвимое против Темпу Мага, это и пушка, и, возможно, ледяная стрела с добором. Так что я бы не форсировала события с озарением. Да, то есть это все-таки не Хантер. Тебе вот этот Кипер 2-4 кардинально не меняет ситуацию. А вот на четвертый ход Доктор Бум кардинально меняет ситуацию. Ну и что, сейчас Тень, и на следующий ход Бум. Тяжеловато, тяжеловато будет Друиду в этой встрече. Три вида секретов. Друиду и так очень тяжело от этих секретов играть, а тут сразу целых трое. Ой, какой хороший топ-дек. Ой, это просто нереально какой-то заход. Какие выстрелы. Как стреляет Амаз. Я уже такая думаю, а, следующим ходом пушку будет отдавать, возможно. А тут просто поджигатель сделал все грязное дело. Вот все. Я официально забираю свои слова про косого поджигателя Амаза с прошлого сезона Старладера. В этом сезоне его поджигатель божественен. Да, он пока что стреляет так, как нужно. Все-таки выбирает не Торрисана, а именно Доктора Бума. Ну, он явно тут выглядит посильнее. И что, можно расчищать через фаербол? Ну, нужно, конечно же, предварительно проатаковать, чтобы не потерять существ от бомбочек. Ну и очень интересно мне посмотреть результаты голосования. Да, кто же победил по голосованию наш СНГ-игрок или все-таки любимчик публики Амаз? Все-таки победил именно Амаз 74% у героя. 74%? За него и всего лишь 26% за штана. Но против Амаза это неплохой результат. Потому что, как ни крути, Амаз на данный момент является самой популярной, одной из самых популярных медиаличностей, игроков и вообще культовым человеком. Потому что он не просто в свое время был топовым игроком по Хардстоуну, он является владельцем одной из самых популярных команд по Хардстоуну. И не только уже по Хардстоуну, то есть это уже мультигейминг целый. То есть он не просто известный стример, он владелец целой организации. И хорошая организация. И вот не зря я про пиробласт сегодня говорила. Получите, распишитесь. И пиробласт, между прочим, против друида. Да, и пиробласт. Может нагнуть пиробласт друида. Как я там в одном из матчей говорила, и пиробласт здесь не поможет. Но здесь, может, и сыграет этот пиробласт. Да, ну и что? И на самом деле Таурисана можно добирать через флэймкэнон. И здесь еще и манозмея. Можно шикарненько подкачать через пушку. Ну вот что будет выбирать, Амаз? Просто если ты играешь пушку и способность героя, ты не можешь поставить крошера, к сожалению. То есть, ну, манозмея тут выглядит очень неплохо все равно. Возможно, без манозмея. Возможно, тогда просто играть через добор, аркейн интеллект, затем выставлять пушку и способность героя. Тут есть уже удешеленная комба за 7 маны, но... Когда у твоего оппонента 28 единиц здоровья, эта комба не выглядит так грозно. Друид прекрасно понимает, что у друида был Таурисан, поэтому Амаз убивает этого Таурисана, играет от комбо. Он уже сейчас прямо играет от комбо. И, конечно же, убирает самое опасное существо друида. Ну и даже, возможно, нужно будет отдавать комбу на расчистку стола. Потому что... Это как-то печально. Ну, можно отдать просто без рора пеньки. То есть двумя пеньками, например, забрать... Кудесника и с помощью способности героя добрать мана Змея, но в таком случае ты больше ничего не выставляешь. Вот интересно, как сейчас будет играть штан. Можно чистить стол, но в таком случае не выставлять ничего. Можно сыграть чуть-чуть более рискованно. И сыграть, например, через Киперов Сайленс или через Эншентов Лора. Да, добирай, добирай темп. Лотеп и Рор. То есть за 10 маны будет двойная комба. Только я боюсь, что до 10 маны здесь он у нас не доживет. Да. Вероятнее всего. Ну и что здесь у нас будет? Возможно, это будет интеллект-чародея, а там уже по ситуации. Или стрелы, как попадут. И, возможно, даже будет стрела. Да. Отличные стрелы. Можно еще и Крошера у нас здесь, конечно же, поставить. И планировать через несколько ходов летал с помощью Перобласта. Ну или просто существами. Да, ну и сейчас придется отдавать комбу. Вариантов уже просто нет. Ну просыпается, просыпается у нас штан понемногу. Потому что первый игровой день не выглядел он бодренько. Хоть и достаточно неплохо достойно сражался. Сейчас я уже чувствую, что тот штан, которому мы привыкли, возвращается. Лавина следующих ход просто Перобласт. Или сейчас с портала рывок. С портала должен быть рывок. Вот, вы что-то распишитесь. Это же Амаз. Что я там говорила? Меньше червить, да? Как? Олеся, как тебе это удается? Это скилуха. Отличная игра все-таки у нас от Амаза. И действительно, это неплохие показатели. Как для штана, так и для Амаза. Правда, еще с Амаз, наверное, наверняка немножко выбит из равновесия. Потому что... Играешь ты против СНГ-шного игрока, а наших игроков недооценивают, несмотря на то, что плотно знакомы с Калентой Найрей и с их плотным игровым уровнем, но недооценивают наших ребят, у которых нет громкого имени. Я думаю, что Амаз сейчас в шоке просто. И счет уже 2-2. Ну и тут Малилок против Друида. Неплохой, кстати, старт для штана, потому что вот этот кипер ему очень пригодится. Потому что там есть Твайлайт Дрейки, которых нужно салить. Ну, Амаза отличная. Да, ну как бы руку Амаза в начале можно даже не обсуждать. Она всегда нормальная. Она не просто нормальная, она идеальная. Идеальный заход на Хантере, идеальный заход на Маги. Тут тоже неплохо Лик Лена, почему бы нет. Первый, второй, третий, что хочешь. Ладно, первый, второй. У него сейчас зашел ремовал, который дал возможность убрать бойца. Да, ну просто, ну неимоверно играет Амаз. Как же он играет. Как же он играет. Я надеюсь, что штана получится составить ему конкуренцию, но будет сложно, потому что Сумеречный Страж. Это просто жир. В принципе, на самом деле, Друиду тяжело играть с Малилоком, потому что Малилоко очень большое количество таких существ, которых тяжело чистить, с которыми тяжело бороться. Вот эти вот драконы 3.6. Сложные провокации. Возможно, и изригатели изредка используют. То есть Друиду, конечно, проходить все это нереально тяжело. Интересно. Такой ход на перспективу выбирает штанг. Пугает, пугает, видимо, что есть размах. Вероятней всего. Раскопочка. Здесь у нас имп, здесь у нас мурлок. Ой, какие три классных существа. Ищи все золотые. Да, все золотые. И... Ну что? Эти вот замечательные поединки. И... Кто победит? Побеждает Друид. Нет, все-таки... Все-таки Друид больше, Друид сильнее. Он побеждает. Сыграл штанг. Заход размаха. Размаха нет. Да, размаха нет. Что делать? Опять Кипера? Вот страшно, страшно давать Кипера. Вроде бы и нужно. Но если ты отдаешь Кипера, то тебе потом нечем будет контролить... Все оставшиеся просто-напросто. А там будут потом сумеречные драконы. У которых здоровье, собственно, нужно салить. Да, и отдает. Вышло два Кипера уже от штана. А что тут? А тут Бран. Тут Бран. Вот только интересно, выйдет ли он на стол. Возможно, даже Бегим Хантер. Учитывая, что у Друида есть только Доктор Бум. То есть два БГХ у тебя в любом случае не сыграют против Друида. Только за исключением того, что можно комбинить БГХ с... Сержантами. Да, с Бранящимся Сержантом. Да, все-таки БГХ выходит на стол. Я предполагаю, что штанг, видимо, надеется на то, что сможет прожать он комбо с вот этой уже прокачавшейся тенью и снести все здоровье. Ну, честно говоря, маловероятно. Да. Потому что такой червян книжник обычно не отпускает. Имеет провокации, имеет захил и с легкостью выходит с рейнджа. Ну, и тем более захил на 16, за 8 маны с помощью Брана и Хиллбота. Неплохо говорят. Да, говорят очень неплохо. Ну, смотри, уже есть и Бомба, и Сулфайр, и Маликас. То есть, если сюда еще добрать Императора Таурисана... И уже можно разбрасываться. ...и все это удешевить, то выглядит очень грозно. Ну, и что, сейчас, вероятнее всего, Сова на Крошера размен с помощью БГХ и Раскопка? Или даже потратит бомбу? Ну, не хочется, не хочется тратить бомбу, когда у тебя есть комба с Маликасом? Нет, смотри, Амаз отдает бомбу. Сохраняет стол. Он, видимо, понимает, что нет никакого ауе у своего оппонента, поэтому сейвит именно существ. Ну, а здесь у нас Созарение, которое, ну, как бы, не играет. Возможно, он найдет сейчас что-то, что ему поможет. Сейчас Созарение, кстати, было 24 единицы... 14, нет, 22 единицы урона было у Штана, то есть он не добивал всего 3 единицы здоровья своему оппоненту. И вышло 2 кипера, а тут уже Дракон 4.11. Но, если сейчас Амаз не найдет провокации, для него будет все печально, потому что тут тень уже под рором это 9, а 14 плюс 9 это почти 25. Остается всего ничего. На такой стол у Сильвана может очень неплохо зайти, учитывая, что Сова уже была разыграна от Амаза, и у него могут быть действительно большие проблемы, если он не отыграет от комбо и от стола вражеского. Ну и смотри, Амаз... Есть ли у Амаза сейчас вообще какие-либо шансы? А это одна из самых интересных пятых игр, пятая решающая за эти два дня. Раскопка есть у нас. Порча имп Ликтлена. Наверное, нужно брать Ликтлена, да, и находить, находить Белчера. Переполняющая мощь кабан и заводной гном. А вот с переполняющей мощью... Ну вот, был бы, был бы... Был бы Shadow Flame, можно было бы через переполняющую мощь убрать эту неприятную тень, но... Есть еще шанс с помощью Мортал Кайла надровать Shadow Flame. Кабан, вот это интересное решение. Возможно, для увеличения количества существ на столе. Ну и давайте смотреть, насколько везуч у нас Амаз. Если это будет кабан, я просто... Это кабан! Боже мой! Как же он играет! Ну, в любом случае, это кардинально не меняет ситуацию, потому что тут летал. Ну, ты представь, сколько стоит на столе существ, и Сильвана ворует самая слабая кабана. Вот, просто невероятно. Просто одна тень выигрывает игру. Да, неприятная ситуация, когда ты понимаешь, что она стоит, ты понимаешь, что потенциально для тебя летал. И ничего не можешь сделать абсолютно. Ты не можешь ее убрать. Хорошая игра от штана, все-таки отыгрывается штан. 3-2 в пользу штана. Отличная, действительно, игра от штана. Мне кажется, что это серьезная заявка на успех. Да и в целом доказал он, что все не так просто. Рано мы его сбросили со счетов. И в целом меня порадовало, что он, скажем так, оправдал доверие наших зрителей. Потому что вчера в двух голосованиях вы смело голосовали только за него. И полностью его поддерживали. Ну и у нас вырисовывается очень интересная картина. Первый матч у нас не доигрался еще. Тайс против штана. Он будет доигрываться в конце трансляции. Страйв против Хоя у нас победил Хоя со счетом 3-2. И штан против Амаза. 3-2 в пользу штана. Остается еще три матча. И в группе все не так очевидно. Потому что очки сейчас распределяются очень интересно. То есть у троих игроков по 3 очка. И у Хоя и Амаза по 6 очков. То есть у нас нету явных аутсайдеров. И нету явных фаворитов. То есть тут ребята поборются. У нас остается самое интересное. Вот сейчас в ближайших трех играх решится. В ближайших трех играх Тайс против Страйв Кроу. Амаз против Хоя. И Тайс против Штана. Ситуация очень интригующая. Потому что напомню. Пятое место в группе у нас покидает турнир. Два предпоследних места у нас будут играть в Ласт Чэнси. А два человека, которые займут первое и второе место, у нас отправятся непосредственно во второй групповой этап. Да. И только пятое место попрощается с турниром. Ну, сегодня мы уже будем знать, кто это будет. Ну что, ждем следующий матч. Тайс против Страйв Кроу. Страйв Кроу.